Ты знаешь, как распознать самую спелую черешню? Это было время черешневого рая, когда спелые ягоды — почему ягоды, когда черешня — это фрукт? — наливались соком и привлекали к себе не только чумевших от легкой добычи птиц, но и мальчишек, готовых рискнуть своими конечностями, лазая по стволам и веткам с особенной гладкой корой. Шевкет, которого все звали местным Шерлок Холмсом, сидел на одной из черешен в саду своего хардбабая, и вместо того, чтобы заполнять маленькое пластмассовое ведерко, набивал спелый желтый с розовым бочком черешней живот. Когда солнце светит сквозь черешенку, то можно увидеть косточку. Это и есть самый смак! На нижней ветке сидел его друг, Вели, известный в своих кругах так же, как доктор Ватсон. Он был упитанным мальчиком и не любил лазать по деревьям, даже ради такой вкусноты. Мальчик держался ближе к стволу, стараясь не соскользнуть с гладкой толстой ветки. Дно его ведерка чуток было прикрыто черешней, среди которой были и несозревшие плоды. Он успел съесть только парочку ягод, но потом увидел на одной черешеньке вонючего клопа, и с того момента только и мечтал, чтобы поскорее слезть с дерева и закончить эту муку. Вдруг под деревом зашуршала трава, и раздался еще один мальчишеский голос. «Селям, Шевкет! А, ты тоже здесь, Ватсон?» Шевкет хотел посмотреть, кто там пришел, но не удержался и полетел вниз. Он успел ухватиться за одну из веток и, плавно качаясь, очутился прямо перед лицом посетителя. Его ведерко, подвешенное на короткий обрубок, осталось на дереве. «Чего тебе, Амет?» – спросил без удовольствия Шевкет. «Хочу нанять вас для одного дела», – ответил гость, стараясь придать голосу деловой тон. Шевкет выпустил ветку из рук и спрыгнул прямо под ноги Амета. Спружинившись, он поднялся и вытер рукой под солба, оставив длинный грязный след. «Дело, говоришь!» – Шерлок недоверчиво посмотрел гостю в глаза. «Расследование, то бишь!» Амет кивнул в знак согласия и сглотнул. «Расследование чего-то достоит», – заявил частный детектив. «А я готов заплатить», – буркнул потенциальный клиент. «Называйте свою цену». «Соберешь для Кардабая ведро черешни!» – пискнул Ватсон, который все еще сидел на дереве, обняв ствол. Шерлок посмотрел на друга, а потом на Амета. «Да, подойдет. Поработаешь за нас. Да так, чтобы самая спелая черешня. И чтобы самому не лопать. Хардбабай на продажу собирает. Ему добавка к пенсии. Мы тут не обязаны кормить птиц и сборщиков черешни задаром». «По рукам», – сказал клиент и протянул ладонь. «Ну, что там у тебя?» Трое мальчишек сидели на топчине в тени виноградника. Шевкет уже умылся под дворовым краном, и каждая царапина на руках немного щипалась. Вилли ел черешню из своего ведерка, которую он тщательно промыл, помня о вонючем клопе. Раз клиент готов выполнить свое обещание в виде полного эмалированного ведра для Хардбабая, значит, Вилли может съесть то немногое, что он собрал. «Да вот, получил странную записку». Амет протянул клочок бумаги, похожей на вырванный из школьной тетрадки листок. «Тут какое-то задание. Кто его мне подбросил, я не знаю. И что это все значит, я не знаю. Но вы же детективы, вы разберетесь». «Ну-у-у-у», – затянул Ватсон, сплюнув в ладонь косточку. «Мы можем и не разобраться». «Конечно, разберемся», – сказал Шерлок, зыркнув на своего компаньона черными глазами. «Дедуктивный метод еще ни разу нас не подводил. Давай сюда эту бумажку». На тетрадном листке было написано девчачьим почерком короткое обращение. «Амет, буду ждать тебя вот тут». И далее было нарисовано три предмета – радиоприемник, чайник и флаг. «Короче, я знаю, кто мне это прислал», – сказал скуксившийся Амет. «Это она, Эдье». «А-а-а, понятно все. Ромео ты наш», – рассмеялся Шерлок. То, что Амет был по уши влюблен в Эдье, знала каждая собака в селе. Все его ухаживание за этой девчонкой, которая, по мнению Шевкета, была выскочкой и задавакой, благо что была отличницей. В то время как Амет еле-еле поддерживал уровень троечника, проваливались с треском. Эдье была себе на уме. Почему вдруг она решила назначить Амету свидание? «Давай рассказывай, что было после последнего звонка?» – спросил Шевкет и достал из-под Миндеры, на котором сидел, блокнот и ручку. Романтическая история в течение школьного года разворачивалась у него на глазах, но с наступлением летних каникул Шерлок даже и не вспоминал о ней. «Ну…» – Амет густо покраснел. «Я привязывал пару раз букет полевых цветов к воротам ее дома, писал ей записки, оставлял их на подоконнике, пару раз видел ее в магазине, здоровался, ну и ежедневно катался на велике мимо ее дома». «И она, как всегда, делала вид, что тебя не видит в упор, так?» – спросил доктор Ватсон. «Угу», – ответил Амет, опустив глаза. «Тогда с чего вдруг такая инициатива?» «Это моя сестренка, а не фешка», – вздохнул клиент. «Она была в парикмахерской вместе с Анашкой, и там была Эдье, стрижку делала. Сестренка ей высказала, что, мол, она черствая зазнайка. Анашка потом долго извинялась перед Эдье и ее мамой. Но, думаю, это подействовало. Или дало повод поиздеваться надо мной еще раз». «Ну, она не упустила случай указать тебе на то, что она о тебе думает», – кивнул на Ребус Шерлок. «Ты правильно сделал, что обратился к нам. Я давно хотел посадить эту выскочку на место». «А тебе-то что от этого?» – спросил ревниво Амет. «Мне за это?» «Ведро черешни!» – рассмеялся Шерлок. Но Ватсон смотрел с подозрением на своего друга. Уж слишком он возбудился. Не иначе кореглазая строптивица Эдье таки задела сердце последователя дедуктивного метода. А Шерлок уже рассматривал в задумчивости нарисованные предметы. «Радиоприемник». Что может он означать? Кто вообще сейчас слушает радио, когда есть интернет? «Ага, Харт Бабай слушает радиоприемник!» «Нет, конечно, и молодые слушают радио, особенно в машинах. Особенно если хорошую музыку. А кто передает сейчас хорошую музыку по радио? Какой канал?» На этот вопрос ответ лежал на поверхности. Радио Джан Ла. На его частотах всегда были лучшие мелодии. Да и к тому же это радио работало и в интернете. Продолжая вести эту цепочку мыслей, Шевкет сделал пометку в блокноте номер один. Послушать Джан Ла. Вели, он же доктор Ватсон, который закончил поедание черешни, сходил к рану и вымыл руки. «Я б сейчас выпил зеленого чаю», сказал он, вытирая руки полотенцем. «Зеленого чаю?» переспросил терпеливо ожидавший клиент. «У нас в доме так никто не говорит. Только кок-чай. Ну, иногда дохсан бешен джи чай». «Ну, пусть будет так», – кивнул Ватсон. «Кок-чаю бы выпил». «Почему только он так называется? Ведь кок – это голубой?» «Загадка». «Ха-ха-ха!» – рассмеялся Амет. «И ты еще помощник Шерлока Холмса! Погугли эту задачку!» Ватсон обиделся. Он пошел в дом через веранду в надежде найти вожделенный напиток. А сам незаметно пробрался в комнату Шерлока и открыл его ноутбук. Действительно, загадка кок-чая лежала на поверхности гугла. Оказывается, тюркское слово «кок» означало сразу и небо, и голубой, и траву, и зеленый, и серый. Амонимы, но связанные между собой каким-то особенным видением древних тюрков. Ватсон успокоился и закрыл ноутбук. Если он не знал чего-то, то это влияло на его аппетит. Поправив свои знания в области значения слова «кок», он вышел на кухню и нашел чайник, полный остывшего зеленого чая. Прихватив с собой три пьялы, он вышел во двор к друзьям. Шерлок все еще корпел над запиской. «Между прочим, кок может значить и голубой, и серый, и зеленый», – сказал Ватсон, разливая чай по пьялам. «Но мне больше всего нравится его значение «небесный», потому что в отношении к зеленому чаю больше всего подойдет «небесный». Это напиток, присланный нам небесами». Амет взял пьялу и, посмеиваясь рассуждением Вилли, начал пить мелкими глотками. Чай был не сладкий. Много этого небесного напитка не выпить. Холодным он начинал горчить. Но Вилли уже наливал себе вторую пьялу. «Что, небесный, говоришь?» – спросил Шерлок и записал себе вторым пунктом. Номер два. «Кок-чай» равно «небесный чай». Оставался последний знак. Флаг. Радио, кок-чай и флаг. Ну, не такая уж эта идея умная, чтобы обвести вокруг пальца шевкета. «Ватсон, тащи сюда мой ноутбук», – попросил друга Шерлок. «Будем слушать Джан Лэ». «Вы будете слушать радио и пить кок-чай, когда Эдие будет меня ждать там не знаю где?» – слезливо завопил Амет. «А еще называются детективы». «Эй, успокойся, Достун», – умиротворенно сказал Шерлок. «Допей свой чай и будь готов к сбору черешни. У меня есть ответ на твою загадку. Эта идея только в классе такая умная. Составлять ребусы – не ее ума дело». «Ты так про мою идею не смей говорить», – зарычал клиент. «Тише, тише, Ромео», – улыбнулся Шерлок. «А вот и ноутбук». Зайдя в закладки, Шевкет быстро нашел сайт радио Джан Лэ и включил трансляцию. Передавали песню «Байрак». Шерлок Холмс сказал себе под нос. «То, что надо. Это и требовалось доказать». Песня закончилась, и радиоведущий начал читать объявление. 26 июня, в день крымско-татарского флага, жители села Хашихкой приглашают на автопробег, по окончании которого в сельском парке будет проведен праздничный пикник. Шевкет сидел с торжественным видом. Амет смотрел на него, ничего не понимая, а Шерлок кивком головы указывал на ноутбук, как бы говоря, «Ну, понял?» Ватсон тоже был удручен просветленным лицом своего друга. Так всегда бывало, когда Шевкет давно знал ответ, но хотел, чтобы вели дедуктивным методом, сам дошел до него. «Э-э-э-э», – начал размышлять доктор Ватсон, он же вели. «Радио сообщило нам, что 26 июня будет пикник, в день крымско-татарского флага. То есть радиоприемник и флаг в записке, скорее всего, про это. Но при чем тут кок-чай?» «Уф!» – не выдержал Шерлок. «А кто тут читал лекцию о значении слова «кок»?» «Две пьелы кок-чая назад!» «Па-а-а-ай!» – Ватсон хлопнул себя по лбу. «Конечно! Кок-чай тут только для того, чтобы обозначить слово «кок», как цвет неба. Кок-бай-рак! Ведь именно так мы называем наш крымско-татарский флаг. Кок-бай-рагым! Все сходится! Эдье, молодец! Хороший ребус придумала! «Потише там с похвалой какой-то девчонки!» – сказал Шерлок Холмс. «А ты, Амет, давай дуй к черешне! 26 июня – это уже завтра! Тебе нужно собрать ведро для хард-бабая, а потом всю ночь не спать, чтобы мечтать о своей Эдье!» Ватсон смеялся, наливая себе третью пьелу кок-чая и расплескивая напиток. Амет же удовлетворенно выдохнул и заулыбался. «Она думала, что я не допру, а я допер! Теперь пусть попробует игнорировать меня на сельском пикнике!» – сказал клиент и побежал к черешне. «Бахсауна да перуныкен! Это все дедуктивный метод!» – пробубнил Шерлок и повалился на Миндер. «Ватсон, вруби джанлы погромче! Мы заслужили немного отдыха!» Зашифрованное свидание Автор – Сусана Джемилева